МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ноябрьске открыли проезд по улице Высоцкого. Участок дороги от изыскателей до Советской был закрыт на капитальный ремонт в мае. Здесь демонтировали опоры ЛЭП и перенесли коммуникации под землю, обустроили систему ливневок, сделали новое освещение. А вдоль жилых домов организовали парковки, около ста дополнительных мест для автомобилей. Дорожное полотно сместили в сторону детского парка, организовали тротуары с обеих сторон и велодорожку. Что касается вопросов про ширину проезжей части, то она, заверили городские власти, осталась такой же. Она стала ровно такая же. Мы ее не уменьшили, мы четко сделали ровно в таком же. Да, по нормативу, еще раз хочу сказать, мы все это делали по проекту. Проект пошел в государственную экспертизу. То есть это не просто мы в администрации сели, нарисовали на руках, как нужно все это делать. И прежняя часть осталась такой же, как есть. Мы не ставили перед собой задачу сделать ее в четыре полосы. Две полосы, как она и была раньше. А накануне после благоустройства открыли еще одну территорию для прогулок и игр. Новая зона отдыха соединила улицу Космонавтов в районе 6-й школы и улицу 60 лет СССР. На территории установлены игровые комплексы и качели для детей разного возраста, а также прогулочные дорожки, скамейки и красивое освещение. Многофункциональная площадка, так же, как и все объекты, благоустроенные этим летом, оснащена умной опорой с системой видеонаблюдения, возможностью вызова экстренных служб и Wi-Fi. В этом микрорайоне отсутствуют площадки такого рода и, так скажем, по такой площади. Есть определенные сложности, потому что у нас под многоквартирными домами земля, которая располагается, мы не можем на нее заходить с благоустройством. И вот мы, когда определяли эти территории, акцент был на том, что там, где земля муниципалитета, и максимально ее наполнить теми малыми архитектурными формами, дорожками для прогулок, для занятия спортом, для просто нахождения детей, чтобы было интересно, красиво, в первую очередь безопасно. После затяжного ремонта детсады «Росинка» и «Колокольчик» снова приняли своих воспитанников. Напомним, летом в этих зданиях ремонтировали кровлю и систему отопления. Однако подрядчик новорингойской фирмы не рассчитал свои силы и не успел закончить ремонт в срок. Более того, сняв старое многослойное покрытие, кровли рабочие не сразу приступили к заливке новой. Это привело к протечке. Первоначально сдать объекты должны были к концу августа. Потом дату открытия перенесли на сентябрь. А в итоге открыть детсады получилось только сегодня. Все это время воспитанники посещали и другие дошкольные учреждения. Подрядчику теперь грозят штрафы за нерасторопность. Медики готовятся к повышенному спросу на ревакцинацию от коронавируса. Именно полгода назад в округе начали массово прививаться от новой инфекции. Сегодня курс вакцинации завершили более 175 тысяч северян. 6 тысяч уже прошли ревакцинацию. Ставить прививку повторно необходимо каждые 6 месяцев. Это не позволит уровню антител упасть ниже защитного титра. Сейчас на Ямале развернуто 79 стационарных и мобильных пунктов вакцинации. С начала года в Ноябрьске у 38 человек выявлен рак груди. Всего же число горожан, кому поставлен этот диагноз в 10 раз больше. Кстати, это злокачественное новообразование занимает лидирующие позиции среди всех видов онкозаболеваний. Ему подвержены не только женщины, но и мужчины. В основном болезнь проявляет себя у людей в возрасте от 30 до 60 лет. Хотя в практике ноябрьских врачей рак молочной железы фиксировали и у 23-летних. Несмотря на то, что заболевание хорошо изучено, его специфической профилактики до сих пор не существует. Но оно поддается лечению. По статистике, в 90% случаев те, кто обращался за помощью на первой-второй стадии течения болезни, выздоравливали. Это такое заболевание, которое, к сожалению, нет специфической профилактики. Но есть меры, которые может предпринять человек, дабы не заболеть этим заболеванием. Такие меры, как, например, самообследование женщин, нужно проводить регулярно, один раз в месяц, в положении лёжа, в положении стоя. Это, безусловно, прохождение диспансеризации ежегодно после 38 лет. Это проведение маммографического исследования. Чуть больше года назад Юлия Руснак узнала, что у неё рак молочной железы. Новообразование в груди она нащупала сама и тут же поспешила к медикам. Те подтвердили опасения женщины. Позади у Юлии 16 курсов химии, операция и лучевая терапия. Лечение проходило в Ноябрьске, Санкт-Петербурге и Тюмени. Сегодня болезнь в стадии ремиссии. О своей борьбе женщина рассказала в блоге, который объединил людей с похожим диагнозом. Впереди у неё большие планы. Переезд в новый город, выход на работу и учёба на стилиста. Пережить я бы не стала употреблять это слово, потому что я скорее прожила, чем пережила. Потому что как-то всё равно с словом «пережить» ассоциируется что-то такое не очень приятное, негативное. Были моменты, конечно, не очень приятные, но в целом я достаточно легко прошла всё это. Прокуратура заинтересовалась проблемами в ноябрьской ЦГБ после жалобы в соцсетях. Об этом сообщили в окружном надзорном ведомстве. Анонимный пользователь сообщил о нарушении прав медиков, снижении зарплаты и стимулирующих выплат. Кроме того, в Кляузе говорится о том, что один из корпусов больницы находится в плачевном состоянии и небезопасен для персонала и пациентов. После публикации в СМИ прокуратура начала проверку фактов, указанных в интернет-жалобе. К слову, состояние терапевтического корпуса ЦГБ уже вызывало вопросы у горожан. В 2019 году территорию здания даже оградили сигнальной лентой неким подобием деревянного забора. В самом учреждении поясняли, что внутри здания разрушений нет, трещины затронули только фасад. Получить новую специальность абсолютно бесплатно. Ноябрьский колледж информационных и профессиональных технологий присоединился к федеральному проекту по содействию занятости, благодаря которому можно повысить квалификацию или пройти курс профподготовки. Первые занятия уже начались. Кто сможет посещать курсы и чему на них можно научиться, расскажем далее. Нам нужно сделать чистое филе, без кожи, без костей. Как разделать рыбу аккуратно, легко и без потерь? Кулинарными премудростями делится мастер производственного обучения Александр Кучеренко. На курсе «Поварское дело» он шаг за шагом будет рассказывать обо всех этапах приготовления блюд. А его новоиспеченные ученики освоят и теорию, и практику. То есть ты услышал, приготовил, потрогал, попробовал. В полный комплекс происходит. Да, и раньше мы занимались только теорией в основном. А практику проходили где-то на предприятиях города, она у нас не соприкасовалась с нашим обучением. А сейчас мы рассказали, увидели, сделали и тут же могли сами дать оценку. Наиль Басыров уже вовсю увлечен новым делом. Молодой человек, фанат азиатской кухни, но ему интересны другие кулинарные направления. В свои 17 лет он решительно настроен овладеть одной из самых востребованных профессий на рынке труда. Я с детства любил готовить, и сейчас захотел, чтобы это была полноценная профессия. Только в колледж не удалось поступить, и решил пойти на курсы. Я пришел один раз в центр занятости, меня направили в колледж, я подписал бумаги, и теперь и здесь. Всего здесь 8 человек. Это те, кто решил повысить квалификацию или обучиться новой профессии. Занятия проходят по вечерам, рассчитан курс на 2 месяца. Его слушатели получат квалификацию повар третьего разряда, но только после сдачи демонстрационного экзамена. На нем кулинары покажут все, чему успели научиться. Начиная с первичной обработки и заканчивая уже украшением сложных элементов каких-нибудь составления, также здесь будет проверяться и техника безопасности, хранение продуктов, товарное соседство, плюс также введение технологического процесса за столом. Это все будет учитываться. Пока курс открыт только по одной компетенции, но набор желающих пройти профобучение ведется по нескольким программам. Все они разработаны по стандартам WorldSkills. Это поварское дело, это кондитерское дело, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, окраска автомобилей, документационное обеспечение, дошкольное воспитание, изготовление прототипов, инженерный дизайн, кат, ну и фотография, и физическая культура, спорт и фитнес. Конечно же, мы надеемся и дальше будем пополнять количество компетенций, но пока у нас 11. Категория граждан, кто может бесплатно повысить свои профессиональные навыки, достаточно обширна. Это и пенсионеры, и граждане претензионного возраста, женщины с маленькими детьми и безработные. Возможность прослушать курсы есть и у тех, кто официально трудоустроен, но находится в поисках новой работы. Юлия Мурева, Антон Плоский, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. За звание лучшего участкового Ямала борется девушка. Ноябрянка Алена Никифорова выиграла первый городской этап конкурса и теперь участвует в региональном. О том, как она справляется с неженской профессией, следующий сюжет. Сотрудницей полиции Алена Никифорова стала пять лет назад. Сначала работала в Шурышкарском районе, а год назад перевелась на Ябск. В участковую девушка пришла после работы в детском саду и говорит, умение находить общий язык с разными людьми очень ей пригодилось. Каждому человеку вообще считаю, что нужен индивидуальный подход. К каждой ситуации подхожу по-разному. Ну и вот так вот справляемся потихонечку. О ситуации бывают разные. И семейные ссоры, и конфликты после распития спиртного, и нарушения общественного порядка. Во время одной из таких историй. Аленин внимательный подход к работе практически спас человеку жизнь. Женщину избил муж, но она отказалась от госпитализации и уехала домой. Через 3-4 дня я поехала ее навестить. Мне нужно было повторно с нее взять заявление. Обнаружила ее, что она находилась в крайне тяжелом состоянии. Тогда мы стали вызывать медицинскую службу, персонал. Также нам помогали медики, волонтеры. Общими усилиями мы ее спасли. Приехав, увидев Алену, хрупкую девушку, которая собирается помогать, была очень удивлена. И, наверное, благодаря правильным действиям Алены мы смогли практически спасти человеку жизнь. Коллеги-мужчины стараются помогать девушке-полицейскому. Одну на сложные вызовы ее, конечно, не отпускают. Но удивительное дело. С уважением к старшему лейтенанту относятся даже те, кого мирить с законом. Ей приходится по долгу службы. На мой взгляд, несмотря на ее не столь большой возраст, она является профессионалом. То есть как-то в жизни мне приходилось встречаться с сотрудниками милиции. Если сравнивать, то очень приятно общаться с человеком, который дает надежду. Городской этап конкурса «Народный участковый-2021» Алена Никифорова выиграла с огромным отрывом. С 7 по 16 октября проходит второй региональный этап. Проголосовать можно на сайте Ямальского управления МВД. Лучший участковый региона будет защищать честь округа на всероссийском этапе конкурса. Евгения Демина, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Музыкальный проект «Дорогами поколений» принимает заявки от участников. Конкурс пройдет в ноябрьске с 19 по 23 октября. Приглашаются исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы, а также соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья. Возраст участников от 14 до 30 лет. Победители ждут стоящие призы. Это в том числе культурно-познавательная поездка в Крым. Проект «Дорогами поколений» реализуется при поддержке правительства округа. За 20 лет в нем приняли участие более 2000 исполнителей, в их числе соотечественники из Молдовы, Грузии, Таджикистана, Австрии и Португалии.